всем привет вы находитесь на канале sober vision сегодня я расскажу еще об одних муравьях которых я буду содержать и это желтенькие симпатяги лазиус флаус не забудьте подписаться и нажать на колокольчик спасибо приятного просмотра начнем знакомство с рабочих их размеры около 2 5 миллиметров поверхность тела полублестящая как вы уже видите окрас тела желтый мелкие особи почти всегда прозрачно желтые средние показывают различные степени затемненности и очень большие часто глубоко затемнены матка у этих муравьев длиной около семи десяти миллиметров она коричневая или коричневато желтая со светло коричневым брюшком и желтоватыми ногами обычные места обитания этих муравьев открытые пространства такие как луга поляны леса и так далее живут лазиус флаус земле строя земляные куполообразные холмики реже гнездятся под камнями холмики очень похожи на холмики лазиус нигер лазиус флаус подземные жители никогда не покидают своих убежищ под куполообразными холмиками вертикальный ход длиной около двух трех метров и система камер которая прилегает к этому ходу имеются гнезда трех категорий постоянные жилые сезонные гнезда и кормовые они связаны между собой проходящими на разной глубине туннелями вспомогательные гнезда заселяются в мае и закрывается на зиму в конце августа сентября как у остальных лазиусов у флауса очень тесное отношение с тлями но в силу своего образа жизни данные муравьи культивирует подземных корневых тлей за которыми не надо выбираться на поверхность для корневых тлей муравьи вырывают специальные камеры которые они тщательно охраняют как и некоторые другие лазиусы и мирмики лазиус флаус иногда уживается в непосредственном соседстве с различными другими видами муравьев вообще они очень миролюбивы и не агрессивны из-за своего подземного образа жизни флаусы утратили пигментацию покровов тела и зрения гладкая поверхность тела облегчает ему роющую деятельность рабочие почти не появляются на поверхности почвы как правило они ведут ночной образ жизни на поверхность появляются лишь матки и самцы момент лета рабочий же выходит только для того чтобы выбросить частички почвы питаются эти муравьи почвенными и членостоногими грибами ну и как уже говорилось они разводят тлей в домашних условиях они достаточно неприхотливы к еде их рацион питания широк и разнообразен кормить муравьев можно как сахарным сиропом кусочками сладких фруктов ну и конечно насекомыми численность населения одного гнезда может составлять 70 тысяч особей в семье лазиус флаус только одна матка в колонии само их существование под землей подразумевает высокую влажность до 90 процентов температура содержания этих муравьев около 21 25 градусов цельсия зимовка для желтых земляных муравьев не обязательно хотя можно провести хотя бы одну зимовку это будет способствовать хорошим темпом развития вашей колонии у меня эти муравьи находятся на реализации и уже осталось совсем немного колоний себе я обязательно оставлю одну колонию и буду заселять ее в один из своих формикариев а именно вот в этот формик под рабочим названием каблучок это комплексный формикарий с гнездом и прилегающие к нему ареной я уже протестировал его на удержание влажности в камерах и результаты получились отличные подробнее об этом формикарии будет в отдельном обзорном видео ну и скоро они появятся у нас в магазине так как муравьи желтые в качестве затирочной смеси я использовал коричневую смесь мне кажется что так их будет немного лучше видно в ближайшем видео про этих муравьев будем заниматься заселением в этот формикарий и наблюдать за их поведением всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока пока ну